Всем привет, друзья! Сегодня у меня ZA5, что-то никак не получается снять видео, уже штук десять поменял. Дисплейный модуль обычный, тонкий, заклеенный пластиком. С этой стороны тоже. Итак, телефон у меня стоит на сепараторе. Для того, чтобы снять заднюю крышку, поставил на сепаратор. 100 градусов температура сепаратора. Кому интересно, у меня всегда выставлено 100-110. При такой температуре задняя крышка на всех Z-ках снимается отлично, без порчи двустороннего скотча. Двусторонний скотч целый, но я не хочу сказать, что герметичность его сохранилась, поэтому гарантию на герметичность мы не даем никому. Не потому, что там у нас нет двустороннего скотча, а потому, что после ремонта смартфона герметичного, и после того, как выдаем клиенту, и потом попадает вода по вине клиента, там, допустим, забыл закрыть заглушку или забыл телефон в бассейне где-нибудь, вам его обратно вернут и скажут, что вы виноваты, поэтому никому не советую связываться с гарантией на герметичность. Герметичность телефона в нормальном состоянии до того момента, пока клиент его не вронил, не сломал, не попала влага или еще что-нибудь. Итак, друзья, снимаем три винта, два с антенного модуля, вот я снял, и один с системной платы. Снимаем антенный модуль. Отстегиваем антенный модуль. Будьте аккуратны, здесь он у нас держится сейчас на шлейфе. Вот шлейф разъема нижнего динамика и виброзвонка. Далее, соединяем дисплей на разъем зарядки, батарею. Приподнимаем нижний край системной платы до середины, вот до того винта, который мы сняли, последний. Считаю необязательным вытаскивать всю системную плату полностью. Достаточно приподнять вот так вот. Аккуратно. Извлекаем разъем зарядки со своим шлейфом. Далее, шлейф микрофона. Вот он. Вот, клеиваем от металлической заглушки. Снимаем металлическую заглушку. Отклеиваем управление дисплейного модуля. Вот, и все, обратно ставим на сепаратор. Дисплеем, нагреваем дисплей до 100 градусов и после этого продолжим снимать дисплей. Итак, друзья, дисплейный модуль на сепараторе, 100 градусов. Как видите, продолжаем снимать. Снимаем аппарат с сепаратора. Как видите, сильно разбитый тач. Не очень приятно снимать такие модули, в которых тач сыпется. Довольно легко снимается, без особых усилий. Что-то похожее на силикон резиновый. На последних моделях Sony используют. Сразу обращайте внимание, чего не хватает на новом дисплейном модуле. Вот я уже вижу, что непроклеенный разъем подсветки. Поэтому снимем отсюда черный пластик. Либо можно заклеить новым акриловым каптоном. Заклеиваем уровень подсветки. Сразу соединяем тач. Чищаем поверхности. Рамки, куда будет непосредственно приклеиваться. Удаляем мусор, которого собралось немедленно. Чищаем поверхность рамки, куда будет непосредственно приклеим дисплейный модуль. Обезжириваем, очищаем изопропиловым. Спиртом в финале. Комментально испаряется. Очень удобная вещь. Как видите, поверхность очищена. Давайте проверим дисплейный модуль, который мне принесли. Аккуратно вставляем дисплейный модуль. Вставляем дисплейный модуль. Аккуратно вставляем системную плату. Без особых усилий. Застегиваем дисплейный модуль. Подключаем батарею. Включаем смартфон. Идет загрузка. Ждем загрузки телефона. Проверяем тач. Сажать дисплейный модуль будем на B8000. Как обычно, это не обсуждается. На сегодняшний день это лучшее, на мой взгляд. Загрузил свой смартфон. Загрузим через телефон. Загруз 마ука? Загрузим. Загрузим. телефон включаем батарею отключаем разъем дисплейного модуля от системной платы опять извлекаем ее до половины извлекаем дисплейный модуль и приступаем к проклейке я бы сказал одна из самых сложных частей это нанесение клея на поверхность наносить нужно равномерный слой клея строго по тем местам где у нас был силикон при снятии силикона это видно толщину клея ни в коем случае нельзя перебарщивать потому что при посадке дисплейного модуля клей будет выдавливаться ну и получится не очень красиво ну и в тот же момент тоже если нанести очень тонкий слой то и достаточно надежно и сильно зацепится дисплейный модуль за рамку поэтому очень важно нанести нужную клей и так нанести клей вставляем вставляем дисплейный модуль λαем дисплейным модуль техникуляторе одновременно подъем подрепляем и Металлическую заглушку совмещаем с нижними отверстиями, правым и левым, шлейф микрофона укладываем, ставим разъём зарядки, вставляем до упора, укладываем нижнюю часть системы оплаты с разъёмами. Начинаем отсюда и аккуратно выкладываем всей поверхности. Положили. Закручиваем. Три винта обратно. Разогреваем крышку. Приклеиваем и ставим на зажимы. Ставим на зажимы. Я ставлю на 6 зажимов. Очень важно, чтобы дисплей с рамкой был на одной высоте по всему периметру. Можно почувствовать пальцем, где он утонул, где он приподнятый. Если нужно утопить, то, соответственно, подвиньте зажим ближе к рамке. Если наоборот отпустить, то ближе сюда. Получится красиво, правильно. Итак, ставлю на зажим. Полчаса, час в идеале. И всё в порядке. Так, друзья, час прошёл. Зажимы снимаем. Включаем телефон. Пластик потом нацеплю опять. Как видите, всё аккуратно получилось. Ничего не вылазит, ничего не выпирает. Кусочек клея вот здесь остался. Можно обрезать аккуратно. Всё отлично. Итак, я ДОВ. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. Это была ЗЭТО 5. Всем спасибо. Удачи в работе. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова